Привет, друзья! И снова с вами телевизионный журнал «Автодром» и я, его ведущий, Андрей Головин. Есть такое выражение – в одну и ту же реку дважды не войдешь. То же самое можно сказать и про автомобильную дорогу. На одинаковую два раза не выйдешь. А все потому, что такой разный ее делают мчащиеся автомобили. Ну и мы с вами, конечно же. И начнем мы нашу программу с интересной и познавательной темы – использование современной микроэлектроники при проведении малярно-кузовных работ по ремонту автомобиля. Причем здесь электроника и кувалда или стапель, спросите вы. Но не торопитесь делать выводы. Самым главным критерием оценки качества малярно-кузовного ремонта для автовладельца является попадание в цвет, поскольку именно это бросается в глаза первым делом – разноокрашенные детали. Именно поэтому хороший колорист в этом бизнесе – на вес золота. Но прикладная наука не стоит на месте, и чтобы исключить человеческий фактор при подборе краски, был создан прибор – спектрофотометр или по-другому фотоколориметр. Не будем вдаваться в технические вопросы работы этого прибора, а просто расскажем, как он помогает в подборе краски. Спектрофотометр считывает цветовой состав краски с очень высокой точностью и переводит его в специальную цифровую форму. Далее прикладная программа выдает уже состав и рецептуру краски, основываясь на огромной базе данных по автопроизводителям и маркам машин. Колористу остается только смешать колеры, и практически готовая краска будет получена. Далее производится окрашивание пробника, причем так, как будет красить маляр, а не робот. Полученный пробник сканирует спектрофотометром и сравнивает на компьютере расхождение цвета с оригиналом, если таковое имеется. Если все в порядке, можно отдавать готовую краску. Если есть расхождение, состав деколирует, пока не получит правильный результат. Спектрофотометр выдает не только цветовой состав, но и степень восприятия при различном освещении, поэтому с точным прибором может поспорить только очень опытный колорист. Но при этом человеку потребуется больше времени, чтобы добиться такого же результата. Спектрофотометр работает быстрее. Так что применение такого прибора существенно увеличивает скорость подбора краски и удешевляет сам процесс. Но есть один минус. Стоимость фотокалориметра весьма велика, и его может позволить себе далеко не каждый сервис. Но в нашем городе есть такие предприятия. Малярно-кузовной цех «Сервис Авто» — это высококачественный кузовной ремонт автомобилей с применением безокрасочных технологий и спектрофотометра. «Сервис Авто» — улица 60 лет Октября, 1 дробь 1 за торговым комплексом «Фарштаб». При помощи современной электроники, ну, того же спектрофотометра, можно определить, качественный перед нами продукт или нет. Ну, например, если дело касается моторного масла. Правда, для этого необходим сам прибор, который довольно дорогой, и немного образца. Поэтому простому покупателю необходимо обращать внимание на упаковку. То, что именно упаковка может показать на поддельное моторное масло, говорят и сами специалисты в этой области, работающие уже много лет. И люди компетентные. «Прежде всего, надо смотреть на качество канистры. То есть, должны быть плотно пробки, не мятые пробки. Канистра должна быть хорошо спаяна, ровные швы везде должны быть. Четко читаемые этикетки. Ну, это первые признаки. Если все это будет соответствовать, это уже на 99% оригинальный продукт». Однако простому покупателю все же трудно определить подделку, не имея оригинал для сравнения. Поэтому для большинства наиболее важной информацией было бы то, какие именно бренды подделывают чаще всего. «Оригинальные масла, да, это самые подделанные масла, которые, наверное, подделываются. Но и много подделок именно знаменитых брендов. Таких, как Кастрол, Мобил, Шелл. То есть, это знаменитые бренды, которые продаются практически абсолютно везде, наверное». Чтобы не нарваться на подделку, необходимо покупать моторные масла только в крупных и проверенных автомагазинах, где вам точно предложат качественный продукт или, как вариант, переходить на отечественных производителей, которых пока еще массово не подделывают. Сеть магазинов «Автомасел Оилсервис» предлагает только качественное моторное масло как оригинальных брендов, так и известных производителей. Проверенные поставщики, полный контроль качества, широчайший ассортимент. Покупайте оригинальное моторное масло в магазинах «Оилсервис». Прием, прием. Для чего нужна сибишная радиостанция в дальней дороге, мы не раз уже говорили вам. А вот для чего она нужна в городе? Конечно же, для того, чтобы оперативно узнавать о дорожной обстановке в мегаполисе. От таких же автолюбителей с радиостанциями. Большинство автолюбителей нашего города даже не представляют о том, что у нас есть некоммерческий радиоканал взаимопомощи на дороге под названием «АРК Оренбург» или «Авторадиоканал Оренбург». Что это такое, рассказывает один из основателей этого канала. Данный канал создан для того, чтобы на дороге помогать друг другу, участникам движения. То есть аналогичные каналы созданы и в других городах. То есть есть в Самаре, есть в Уфе, в Лугограде, в Саратове. Ребята, двигаясь, перемещаясь по городу, общаются между собой, подсказывают, где какие затруднения возникают. В случае каких-то именно сложностей в плане технического характера. Каждый может крикнуть в канал и сообщить, что требуется разного рода помощь. Особенно востребована такая помощь именно в холодное время года, когда садится аккумулятор, когда на улице минус 30, когда ближайшую помощь ждать очень и очень долго. И такая взаимовыручка объединяет людей. Друг друга знаем не только общаясь именно в эфире, но и встречаемся лично. Бывает на спортивных площадках, играем в футбол, волейбол, бывают даже совместные выезды, выезжаем с семьями. Наша программа настоятельно рекомендует присоединяться к КРК Оренбург, ведь чем больше участников, тем актуальнее мгновенная информация о дорожной ситуации и быстрее придет помощь. Для общения в принципе не нужна даже рация, достаточно современного смартфона, который при помощи приложения превращается в виртуальную рацию. Преобладают участники на виртуальных радиостанциях. Там у нас сейчас подписчиков порядка, ну, больше 6,5 тысяч, где-то к 7, наверное, тысячам. Активных пользователей, конечно, немного, но их с каждым днем становится все больше и больше. В общем, присоединяйтесь к КРК Оренбург. Автодром рекомендует. Лето – это время повышенных скоростей и хорошей маневренности на дороге. И чтобы автомобиль соответствовал этим параметрам, необходимы определенные настройки подвески. А в этом деле главную роль играют димфирующие элементы или амортизаторы. Понятие управляемости и комфорт технически взаимопротивоположны. При улучшении одного параметра другой неизменно ухудшается. Поэтому, если у вас созрел вопрос замены амортизаторов на автомобиле, сразу для себя решите, чем будете жертвовать. Если вы любитель погонять, чего мы вам не советуем на дорогах общего пользования, то ставьте жесткие газовые. Если наоборот предпочитаете с комфортом и не спеша перемещаться, тогда вам подойдут мягкие масляные амортизаторы. Промежуточный вариант для тех, кто много ездит и в городе, и по автобанам. Для большинства именно этот наиболее предпочтительен, поскольку никому неохота ездить на табуретке или же управлять боржой. Амортизаторы – это не только мощный инструмент в настройке поведения автомобиля, но и важный элемент активной безопасности машины, поскольку чем больше неисправные амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. В результате увеличивается тормозной путь, снижается скорость безопасного прохождения поворотов и порог начала аквапланирования. Происходит интенсивный износ шин узлов ходовой части. Поэтому неисправные амортизаторы лучше поменять, причем не один, а в паре на одной оси. А вот какие амортизаторы покупать – решать только вам. Мы лишь можем посоветовать прислушаться к мнению компетентных специалистов. Автомагазин «Тысяча запчастей» предлагает только качественные запчасти на любые вазовские авто. Цены низкие, ассортимент огромный. Магазин «Тысяча запчастей» находится в торгово-сервисном комплексе «Автоград» на первом этаже. Заменить амортизаторы на автомобиле не так уж сложно и долго. Хотя, конечно, какая машина? А вот если дело касается капитального ремонта двигателя, то тут счет идет не на минуты, а на дни. А все потому, что капиталка – это довольно сложный технологический процесс, включающий большое количество операций. Ни для кого не секрет, что ресурс современных автомобилей ограничен искусственно производителями, чтобы покупали новые авто. Но в эпоху экономической депрессии люди экономят повсеместно, в том числе и на покупке новых автомобилей. Пора вплотную заниматься ремонтом уже имеющегося. Одной из затратных и дорогостоящих операций, которые могут проводиться с автомобилем, а точнее с его сердцем – это капитальный ремонт двигателя. Сам мотор, как правило, состоит из двух больших частей. Это блок цилиндров и головки блока. При перегреве или же масляном голодании происходят необратимые процессы с металлом, и двигатель приходит в негодность. Реанимировать его можно, но необходимо проделывать следующие важные операции. С блоком цилиндров, гильзование, проточка, хонинговка и шлифовка поверхности блока, а также шлифовка коленчатого вала. А с головкой блока – опрессовка на предмет скрытых микротрещин, последующая фрезеровка, шлифовка и обработка постели. Каждая операция стоит определенных финансовых затрат и времени, поскольку используются специальные станки и квалифицированные специалисты. Особую важность занимает операция опрессовки, поскольку нужно убедиться в целостности детали, иначе все последующие работы просто бессмысленны. Она проводится на специальном оборудовании, позволяющем выявить даже мельчайшие трещины и отверстия в блоке. Наконец, еще одна нужная и важная операция – это расточка и хонинговка постелей распредвалов. Ведь ни для кого не секрет, что при деформации головки блока изменяется и геометрия посадочных мест распредвала. И чтобы в дальнейшем новый распредвал работал нормально, такую операцию просто необходимо производить. К счастью, в нашем городе есть место, где двигателю вашего автомобиля проведут все необходимые операции по восстановлению. И не только отремонтируют, но и дадут гарантию на все проделанные работы. Так что нужен качественный ремонт двигателя? Обращайте внимание на оснащение сервиса и предлагаемых услуг. Автосервис «Автоспециалист» проводит любой ремонт двигателей внутреннего сгорания на профессиональном оборудовании и в кратчайшие сроки. Все виды работ – от опрессовки до хонинговки – с гарантией качества. «Автоспециалист» на улице Мира, 64. Если не здесь, то нигде. Отправляясь в дальнюю дорогу, необходимо позаботиться о хорошей обзорности лобового стекла автомобиля, поскольку даже небольшой скол может превратиться в большую трещину прямо по пути. Так, как это случилось у меня. Вот только времени на замену все не хватает. Мы решили проверить, а можно ли самостоятельно, бытовыми средствами заделать трещину на лобовом стекле. Для этого взяли обычный суперклей, коих много продают в магазинах. Спирт для обезжиривания и канцелярский нож для удаления излишков клея. Что же у нас получилось? При протирке спиртом последний попадал внутрь трещины, и она визуально исчезала. Но спирт испарился, и все стало как было. Залили аккуратно трещину циокрином. Тот, как более густой состав, медленно и неравномерно проникал в трещину, ну, немного исправляя дефект. Удалили после высыхания излишки клея и проверили результат. А результата, в общем-то, и не было. Клей практически не исправил повреждения. Только в некоторых местах было чуть заметное просветление трещины. В общем, сделай сам, не получилось. Вывод простой. Или используйте для ремонта стекла специальные фирменные препараты, или же обращайтесь в профильную компанию. И вновь мы возвращаемся к мотоциклетной тематике. Для того, чтобы получить официальное разрешение на выезд на дороге общего пользования, необходимо выполнить несколько правил. Во-первых, зарегистрировать мотоцикл. Во-вторых, получить страховку. Ну и самое главное, получить права категории А. И если теоретический экзамен на сдаче категории А и Б примерно одинаков, то вот практика отличается существенно. Как говорится, тем, кто учится, тем и посвящается наш материал. Сама полоса препятствий, а точнее обязательных упражнений при сдаче практического экзамена на управление мотоциклом состоит из нескольких элементов. Разворот в узком коридоре, змейка с выездом на доску, участок переключения скорости и, конечно же, восьмерка. Больше, конечно, внимания восьмерке уделялось. Восьмерку уже укатали совсем, стало скучно, начали все другие упражнения. Когда дошло дело уже до подготовки к экзамену непосредственно, там, за пару-тройку часов, там оказалось, что сложнее вот два оставшихся упражнения как раз. Это вот эта змейка с выездом на доску, вот выезд на доску непосредственно. Вот, вот у меня небольшие сложности вызывал. Вот, и, правда, быстро прошло. Это как раз узкий коридор с разворотом. И вот этот момент, когда нужно с первой, с второй переключиться, а у тебя совсем мало места и остановиться за не больше, не дали 40 сантиметров от стоп-линии, вот это вот как бы сначала испугало, потом немножко прикатался, и совсем никаких проблем уже не возникало с этим. Практика, практика, еще раз практик. Нужно доводить движение до автоматизма. Особенно это касается тех, кто уже имеет права категории B и решил поездить на мотоцикле. Главное в этом деле – это почувствовать технику. Расслабиться нужно, самое главное. Самое главное – расслабиться, ничего не бояться, ехать, и все будет хорошо. Не надо держаться руками за руль, держись за мотоцикл ногами, коленями. А руль – это именно средство управления, он должен быть расслаблен, легкий. Посадка имеет важное значение, но только регулярные занятия на автодроме помогут выработать вам необходимые навыки в управлении мотоциклом. А это, поверьте, ничуть не сложнее, чем автомобиль. Вот и подошел к концу очередной выпуск автодрома. Надеюсь, он никого не оставил равнодушным и многим пришелся по вкусу. Мне лишь остается пожелать быть предельно внимательным и осторожным на всех дорогах. А у меня на сегодня все. До встречи, как всегда, через неделю.